Такими ответственными тренировки для юных воспитанников «Зенита» не были никогда. У них за плечами немало турниров, но вот соревнования уровня юношеской футбольной лиги в их жизни случились впервые. У ребят есть возможность почувствовать себя почти профессионалами, особенно учитывая, что в первом же матче им выпал шанс сыграть на стадионе, принимавшем чемпионат мира. И несмотря на то, что вначале получалось не все, в результате пензенские мальчишки не ударили в грязь лицом. Итоговый счет противостояния в Саранске с местной командой 1-1. Там, конечно, все серьезно. И я... внимание, опасно! Удар поворотом! Еще один удар! И мяч в сетке! Играем, получается, на Мордовии арене. Вот. Уже, получается, уровень повыше. Ну, как поинтереснее в УФЛ играть, в разные города поездить, проявить себя, показать. Такой антураж был, много болельщиков, много поддержки. Ну, это было приятно играть на сегодняшний пенсионер, конечно же. В принципе, у всех было волнение. И у всех, мне кажется, осталась эта память. Следующий матч юные пензенские футболисты проводили в Перми. И там им опять предстояло открыть для себя новые стороны жизни профессионального спортсмена. Им надо к всему привыкать. Там очень много. Просто вообще первый раз на самолетах даже летали, так скажем. Для них это уже стресс был. И то, что здесь в Пензис задержали рейс на 3,5 часа. И то, что мы прилетели в 12 часов ночи, так скажем. Это для них уже стресс. И игра была по-нашему в 9 утра. В 6 утра мы уже встали, поехали на игру. Но, говорю, мы очень долго разговаривали о том, что все это не должно нас вообще волновать. Самый главный футбол. Всего в текущем сезоне ЮФЛ принимают участие 160 школ из 64 регионов. Все они разделены на зоны. В Приволжской, где выступает и «Зенит», 14 коллективов. В их числе есть даже академии команд премьер-лиги, к примеру, Уфы и Крыльев Советов. Играют по круговой системе, поэтому сезон закончится уже поздней осенью. Кстати, высокие требования предъявляют и к организации матчей. Такие, как соответствие стадиона с заявленным стандартом, трансляция с трех камер и многое другое. Глобальный скачок в плане с отметкой вверх, со стрелкой вверх. Потому что это развитие, очень серьезное развитие, плюс сильные команды из серьезных тоже футбольных академий. И мы надеемся, что не зря возраст этот идет у нас 2007 год, то есть Ю-16. И мы надеемся, в ближайшее время, там 2-3 года, участвуя в этой лиге, мы будем в команду ждать этих игроков. То, что наши футболисты уже показали в рамках своего первого сезона в ЮФЛ, тренерский штаб оценивает положительно. В активе пензенцев две ничьи. Ну а в следующем матче они впервые в рамках этого турнира сыграют на своем поле. В гости к ним приедет один из лидеров. К слову, тоже «Зенит», но из Ижевска. Продолжение следует...